Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сегодня изготовим базар, который очень хорошо уловист по красноперке, уклейке, густере, ну и другой мелочи пузатой. Так, как вы просили. Я взял крючок. Можно использовать вот такой крючок. Можно использовать вот такой крючок. Я взял номер 16 Тимка 200Р. По возможности вы подбирайте по своей кормовой базе. У нас 6-8 мм сама личинка этого комарика, поэтому затруднительно ее изготавливать на таком номере, но мы попробуем соблюсти детализацию. И я немножечко, как обычно, в районе грудки огрузил свинцом. Вы посмотрите по своей величине крючка, как вам будет удобно. Вариантов изготовления этой нимфы очень много. Можно использовать, допустим, в качестве тела, если позволяет величина, вот такие резиночки стрейчевые, которые я уже неоднократно вам показывал, красного цвета. Но учитывая то, что у меня 16 номер, мы с вами будем изготавливать с более мелкого и тонкого материала. Все, что можно будет заменить в процессе изготовления, я вам буду рассказывать. Я наношу, как обычно, совсем немножечко капельку клея на цевьё, чтобы это все не проворачивалось. Теперь нам понадобится вот такой хороший материал, который будет сегментировать тело. Его можно заменить проволокой или же заменить люрексом. Значит, подвожу край моего люрекса к свинцу, чтобы не было у меня ступенечки. И хотите сверху, хотите снизу. Я обычно стараюсь так, чтобы не нарушать загиб. Итак, у нас жало маленькое на 16 номере. Если мы закрепим снизу, мы уменьшим полезную площадь подсекания рыбы. И берём, я беру вот такой голографический красный люрекс. К сожалению, у меня широкого нет, поэтому я буду изготавливать из тонкого, что не влияет на качество нашей мушки. Нить желательно пока использовать белую, потом мы с вами её заменим. Если у вас нет красного голографического люрекса, это всё спокойно можно заменить на ту нить красную, которую мы распускали с тесьмы. Теперь я подровняю тело, и всё тело мы должны с вами обмотать люрексом до середины свинца, которую мы сделали здесь, огрузочку. Давайте изготовим. Вот мы изготовили такое с вами тело. Теперь нам с вами необходимо... Я закрепил нить другого цвета. Нам необходимо вот этим люрексом произвести сегментацию. Но для того, чтобы это было более качественно и хорошо смотрелась моя нимфа, я немножечко капну лака. Давайте изготовим. Наше тело подсохло. Я закрепил в качестве чехольчика. Мы будем использовать вот такого охотничьего, вернее золотого фазана. И нам необходимо с вами разбить саму грудку, которую будем изготавливать личинки, на две части. Первую мы обозначим. Я закрепил пёрышко павлина. Промотаем вот ровно до окончания свинца. Создадим хорошую такую пышную нашу грудку. В качестве дополнения к головке, как у настоящей нимфы, я закрепил пёрышко страуса белого цвета. И нам необходимо обозначить уже те элементы вылупляющегося насекомого. Я буду использовать вот такой элемент кристалл флэш. Оттенок, цвет вы можете подобрать для себя сами. То есть здесь и так достаточно привлекающих уже элементов. Теперь нам с вами понадобится буквально 2-3 оборота изготовить этим пёрышком. Вот столько будет достаточно. Теперь нам необходимо с вами закрепить все элементы и остатки удалить. Сделали завершающий узел. Немножечко капнули лака на сам чехлик. И на головку ещё необходимо будет, как лак впитается, ещё добавить. И вот наш кристалл флэш, который мы закрепили, я подрезал по длине до цевья. До жала, вернее. И это прототип RedBud Buzzer готов к работе. Достаточно привлекательная нимфа для краснопёрки окуня, потому что карась тоже, между прочим, иногда попадался. Поэтому пробуйте с расцветками. Вот в таком варианте это уже гарантированно поимка вам краснопёрочки. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok